Дорога к Храму Один из важнейших для человека тем Отношение к собственному и чужому телу Все мне позволительно, но не все полезно Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною Пища для чрева и чрева для пищи Но Бог уничтожил то и другое Тело же не для блуда, а для Господа И Господь для тела Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет И не знаете, что совокупляющийся с блудницами становится одно тело с нею Ибо сказано, два будут одна плоть А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом Бегайте блуда Всякий грех, который делает человек, есть в ней тело А блудник грешит против собственного тела Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас святаго духа Который имеете вы от Бога, и вы не свои Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии Широкое культурное поле, в рамках которого распространялась первая христианская проповедь, было достаточно разнородным С одной стороны, некий скрепляющий его элемент все же существовал В лице римской администрации, контролировавшей земли от Гибралтара до Верховья Ефрата Нельзя не упомянуть и сложный культурный процесс Охвативший данные территории еще до прихода на них римлян Это запущенная Александром Македонским эллинизация Проникновение греческого языка и культуры в жизнь покоренных завоевателем восточных народов Но при всех этих мощных факторах культурное и языковое разнообразие средиземноморской айкумены сохранялось Апостолы проповедовали Христа Воскресшего очень разным людям, имеющим по сходным вопросам Подчас диаметрально противоположное представление Одним из разделяющих был вопрос о теле и телесности Благо она или зло для человека Углубляясь в седую древность региона, можно вспомнить о мифах Констатирующих изначально благое, а иногда и изначально двойственное устроение человека Так в одном из вавилонских мифов повествуется о творении человека из земли И крови демона противника богов То есть человек и сотворен божествами И уже в самом творении предопределенно противопоставлен им В отличие от подобного концепта, ветхозаветные представления о человеке Отличаются однозначной благой уверенностью Хотя человек и испытал грехопадение Но это именно падение с высоты То есть человеческая природа блага и сотворена благим и совершенным Богом В мире, где все хорошо весьма В грекоговорящей среде с течением времени Все более торжествовало предложенное Платоном А впоследствии широко развитая школа миниоплатоников Негативное восприятие телесности как таковой Тело мыслилось как темницу души Из которой смерть освобождает дух Свободно отправляющийся в мир идей Также крайне своеобразными представлениями Наполняли Средиземноморье Представители разных экзотических восточных учений Родившихся на востоке империи И начавших свое уверенное шествие по странам Мистериальные, то есть тайные культы В этом мире пестрых представлений И осуществляет свою проповедь апостол Павел Общины которого, основанные как в Малой Азии На территории современной Турции Так и в Европе Состоят из представителей таких разных антропологий И греков, и иудеев Одним из неудобств, не позволяющих всегда Должным образом укрепить новообращенных христиан Была необходимость для Павла нести свет Христов дальше Он именно апостол, а не епископ Он должен всегда идти вперед В то время как рукоположенный им епископ Должен стать отцом именно для местной общины Отсюда и различные нестроения Возникавшие в молодых общинах Которые апостол Павел стал рался уврачевать Придя лично Или же, если не позволяли обстоятельства Хотя бы написав письмо Коринфскую общину апостол пишет дважды Обращая внимание на своеобразный настрой многих ее членов Так ряд из них, по всей видимости Став христианами, приняли, а может быть Просто остались Именно в близком к платонизму воззрении Считая тело и телесность за нечто скверное и нечистое Для них апостол напомнит о чистоте и святости тела А также о его благости, как благо все сотворенное Богом Другая же группа Достаточно широко и произвольно истолковав слова апостола Павла О том, что в Христе нам дана свобода Что закон, то есть Ветхий Завет Никого от рабства греховного не избавил Сделали отсюда абсолютно линейные выводы Что свобода от всего В том числе и от нравственных норм закона Естественное состояние христианина Все мне позволено Это, по всей видимости, их лозунг и их знамя Прикрываясь которым, как и Павловым авторитетом Они вели жизнь, ничуть не лучшую А иногда и худшую, чем язычники Отрывок может быть рассмотрен Как цитата из письма Коринфян И ответы на него Павла Мне все позволено, говорят Коринфяны Но не все полезно, уточняет Павел Мне все позволено, продолжают они Но ничто не должно властвовать надо мной Настаивает апостол Пища для чрева и чрева для пищи Бог же и то, и другое уничтожит Пренебрежительные высказывания Тех же членов общины Но тело не для блуда, а для Господа И Господь для тела Бог же и Господа воскресил И нас воскресить силою Своею Начинает свою апологию Свою защиту библейского понимания Человеческой природы апостол Святость человеческого тела Павел описывает Не только в категориях творения То есть тело свято не просто потому Что происходит от Бога Тело христианина свято еще и потому Что он часть церкви Ее орган, а церковь это явление Христа в мире Тело Христова Потому-то то, что происходит с одним из органов Оказывает системное влияние на весь организм целиком Отсюда и отношение к своему телу В нем живет и являет, или должен являть себя миру, Христос Могу ли я допустить его низкое и недостойное употребление? Например, для всякого христианина понятно Что икону нельзя использовать как разделочную доску Или как крышку для ящика Это кощунство и осквернение святыни Но еще большим кощунством И еще большим осквернением Будет недолжное отношение к своей святости К своей посвященности Богу Как душевной, так и телесной Более того, данная посвященность Богу вечно Он не просто мимолетно призывает человека в бытие А воскресит каждого То есть именно целостный человек В полноте единства души и тела Наследует вечность Апостол отмечает, что, например, внебрачные половые отношения Наносят человеку тяжелейший урон То, что должно служить высшим проявлением любви, доверия и единства В отрыве от этих категорий способно внести в жизнь человека Абсолютный внутренний разлад Единство в телах есть завершение всех иных форм единения Как глуп человек, пытающийся построить свой дом с крыши Так столь же недальновиден и пытающийся начать отношения с любимым Сразу с их кульминационной стадии Увы, распространенность так называемого гражданского брака Название которого есть ошибка в определении В современном социуме близка к повальной Базовым тезисом людей, вступающих в подобный тип отношений Становится соображение попробовать жить вместе А получается поиграть в семью И если в демо-версии игра понравится Можно будет приобретать полноценный опционал Отсюда, по логике разделяющих данное воззрение Браки, заключенные после таких отношений, должны быть крепче Обратимся к статистике С одной стороны, по сравнению с началом 90-х годов Россияне стали вступать в брак позже Тогда наибольшее количество новобрачных Составляли люди в возрасте 20-24 лет Сейчас же в возрасте 25-29 лет То есть степень осмысленности, серьезности решения Должна стать значительно выше Равно как и, по-видимому, включенность в гражданские отношения А значит должно упасть и количество разводов Однако, увы, это стабильно высокая статистика Как в 90-х, так и в 2000-х годах Из разводящихся браки, распавшиеся в период 5-9 лет супружеской жизни Составляют большинство То есть никакая проверка чувств, проверка совместного быта и тому подобное Не дает отношениям сколь-либо серьезной устойчивости Перед кризисами супружеских отношений При этом церковь напоминает Добрачные половые отношения не только не укрепляют Но и разрушают будущее семейное счастье Святость тела, о которой говорит апостол Павел Единожды разрушенная, потом очень сложно созидается Опрометчивые решения молодости, даже правильно осмысленные в зрелости Уже успевают перенести свои разрушительные плоды Поэтому призыв к свободе в Христе, главный призыв Павла Должен быть услышан Это свобода в Боге Свобода от служения каким угодно идолам Будь то идолы желаний плоти или гордых парений духа Архимандрит Иенуарий Ивлеев, один из выдающихся библиистов России Комментируя этот текст, говорит Апостол противопоставляет безответственному и разрушительному коринфскому лозунгу Две антитезы Во-первых, не все человеку полезно Не все приносит действительное благо И во-вторых, ничто не должно обретать власть над человеком Так как мнимая свобода часто оказывается рабством Безграничное погружение в инстинкты и страсти Может ввести глубокую несвободу К свободе призваны вы, братья Говорит апостол в другом своем послании к общине Галатии И продолжает Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти Но любовью служите друг другу Ибо весь закон в одном слове заключается Люби ближнего твоего, как самого себя Сегодня у нас в гостях катехизатор Храма Богоявления города Ярославля Анна Юрьевна Харинова Анна Юрьевна, добрый день Здравствуйте Как катехизатор вы, безусловно, сталкиваетесь, наверное, с самыми широкими вопросами От людей, которые готовятся к принятию таинств И, собственно, сегодня мы поговорим с вами о Масленичной неделе Вот Масленица как таковая? Что это, да, и какова вообще история данного праздника и вообще самого этого термина? Есть христианское понимание праздника Масленицы, есть языческое Надо сказать, что языческое более древнее Однако я сперва расскажу про христианское содержание праздника Сырная или масляная неделя Это неделя, которая входит в подготовку к Великому посту И изначально зародилась как традиция Прощенного Воскресения Так и традиция сырной недели То есть, когда вкушали молочную пищу без постных дней Зародилась в среде палестинского монашества Дело в том, что монахи уходили на 40 дней в пустыню Причем реально в пустыню Совсем в пустыню, где ни еды, ни воды И, соответственно, многие из них заканчивали свой земной путь во время Великого поста Поэтому братья собирались перед Великим постом Давали послабление, да, то есть как бы отменялись постные дни И в последнее воскресенье перед Великим постом Братья ввиду возможного То, что они не увидятся друг с другом на Пасху Они просили друг у друга прощения И таким образом уходили в прямом смысле на крестный подвиг в пустыню Мы знаем, что в истории христианства Монастырские обычаи, обычаи монашества Достаточно быстро перекочевывали в мирскую среду То есть для всех христиан И понятно, что мирские христиане, те, которые живут в миру Они хотя не уходили в пустыню Но, тем не менее, Великий пост – это время покаяния Время отказа от удовольствий, от развлечений, от похода в гости То есть время внутреннего сосредоточения и молитвы И поэтому вот этот вот обычай просить прощения друг у друга перед Великим постом И веселиться, и ходить друг к другу в гости Вот эта вот неделя, когда отменены постные дни Она быстро перекочевала и в общий обиход христиан Христианство всегда стремилось к преображению В том числе и человеческих каких-то там обычаев, порядков, верований И поэтому очень многие языческие традиции были облагорожены христианством Само праздник Масленицы – это славянский праздник Встречи весны и зимы То есть это день весеннего равноденствия Который вообще-то приходится на 21-22 марта, когда равна становится ночь и день На самом деле вот эта круглая форма, которая символизирует солнце Это на самом деле более позднее толкование одного из наших известных писателей Аксакова Потом к далию это перекочевало Но у него глубже смысл Это не только символ солнца, которым действительно поклонялись славяне Но это еще поминальное ритуальное блюдо Дело в том, что смерти нет в нем жизни На самом деле классические блины – это бездрожжевое блюдо И в нем все мертвое Ну то есть молоко, яйцо, мука и нет дрожжей Дрожжи – это субстанция жизни, то есть то, что поднимает И именно в этом смысле блин – это блюдо, которое готовилось для мертвых И изначально славяне эти блины подносили духом умерших предков И это долгое время сохранялось, там на чердак уносили, клали на окошко и так далее Христианство вложило в это дело новый смысл То есть вот на Масленице есть так называемый Вот начинается она понедельником Понедельник – блин, первый блин за упокой То есть блины пекли и отдавали их нищим, чтобы те поминали умерших наших сродников Это милостыня, милостыня за умерших Это явление, которое в церкви не просто есть, оно поощряется, практикуется Очень, так сказать, хорошая штука – милостыня за умерших Последних несколько лет мы наблюдаем, как Ярославль активно становится городом главной Масленицы страны Как вот вам кажется, в принципе, в истории нашего города есть что-то, что каким-то конкретным образом связывает его с этой тематикой? На самом деле, вот если честно, особых каких-то исторических привязок я не нашла, то есть как в глубине веков Однако Ярославль – это был город, основанный христианином-князем И в этом смысле в Ярославле не было языческих традиций каких-то особых И, соответственно, Ярославль, он противостоял в каком-то смысле Ростову Потому что Ростов – это очень древний город Город, в котором с языческими обрядами боролись вплоть до, не знаю, XIX века Все святители, которые туда приезжали, владыки Все практически и до сих пор у нас, к сожалению, на территории Ростовского района есть общины языческие В этом смысле Ярославль был лишен этого И поэтому в Ярославле празднование Маслицы носит сугубо православный характер В этом смысле праздник Масленица очень театральный В нем много всяких символических действий, много таких нарядных элементов Поэтому его легко обыграть как туристический такой вот бренд Что, собственно говоря, успешно и делается в последнее время Думаю, что церковь никогда не была против празднования Масленицы Она выступала против ее крайних языческих форм Чтобы это не превращалось в разгул, дебош, оргии и прочее И наш последний вопрос из зоны, наверное, уже такого практического пожелания Большинство наших соотечественников празднует из вот этого всего большого периода Или проводит сам Великий пост в рамках конкретно двух позиций Это празднование Масленицы и Пасхи А что мы можем конкретно бы пожелать тому человеку Который уже видит в себе некоторую потребность какого-то следующего шага Но пока еще до конца не понимает, каким он должен быть В этом смысле, конечно, Масленица и Пасха без Великого поста Даже вот если отбросить, хотя их нельзя отбросить, это самое главное Духовные смыслы практически теряют вообще всякий смысл Ну, лишний раз вкусно поесть и все Великий пост это время самоограничения Это наша жертва Богу То есть мы, христиане, жертвуем Богу словесную жертву Как бы, иной материалью в том числе То есть мы отказываемся от вкусных яств Сострадая с Господом, участвуя в его крестном подвиге И это опыт всех реальных практикующих христиан Что если ты действительно постился великим постом То для тебя праздник Пасхи становится как великое духовное действие Так и в материальном смысле, телесном смысле Это тоже время радости И в этом смысле, ведь Бог нас создал целостными Мы созданы из души и тела И Господь призывает участвовать в любом В скорби или в радости и душой, и телом И вот когда церковь вообще чрезвычайно мудрая Когда вот человек выполняет Устав церкви Он вот на этих волнах скорби и радости Он на самом деле Духовно продвигается И тело в этом тоже участвует То есть не как-то там отстранено То все говорят, Бог у меня в душе То есть типа душа там где-то в империях плавает А тело там пусть делает, что хочет То есть это совершенно неправильно Этот дуализм, это разделение телесного и духовного Это вообще не характерно для христианства И это неправильно Это вот именно языческий подход Что тело, типа ладно, наплевать на него Поэтому мы призываем Всех крещенных православных христиан Сознательно участвовать В неделях подготовки к Великому посту В самом Великом посте Потому что это центральная часть Богослужебного года Это самое главное событие Огромное спасибо, Анна Юрьевна, за ответы Пожалуйста С нами была катехизатор Храма Богоявления города Ярославля Анна Юрьевна Хренова 4 февраля Воскресный день, в который мы вспоминаем Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской То огромное множество священнослужителей И мирян Известных и неизвестных Прославленных Церковью И знаемых лишь Богом Пострадавших в безбожных гонениях Организованных советским правительством на Церковь Неделя же грядущая Начинается с памяти одного из святых Ярославской земли Преподобного Геннадия Любимоградского Память которого совершается Церковью 5 февраля Преподобный Геннадий В миру Григорий Иванович Происходил из зажиточной семьи города Могилева Белоруссия Довольно рано будущий святой Почувствовал в себе желание уединенной жизни И молитвенных трудов Но не встретил понимания родителей К чему ты, как церковник, то и дело ходишь в церковь Ты стыдишь и срамишь нас Говорили они Григорий оставляет родительский дом И идет в Москву Оттуда после поклонения святыням Он отправляется вместе с Федором Новым другом и соратником в трудах К преподобному Александру Свирскому Видя их юный возраст, святой Александр Не позволяет им остаться в своей пустыне И отправляет к преподобному Корнилию Комельскому По приходу в Корнилиеву обитель Федор вскоре оставляет монастырь А Григорий принимает постриг с именем Геннадий Со временем он становится одним из ближайших учеников Святого Корнилия И при возникновении в монастыре нестроений Уходит со своим наставником на Сурское озеро В 1529 году святой Корнилий возвращается обратно А Геннадий с шестью сподвижниками Остается на месте новых подвигов Монахи сами корчуют лес и пашут землю Осушают болотистые земли, копая пруды В обитель строится храм преображения Господня Святой умножает подвиги, налагая на себя тяжелые вериги Любимым его занятием было писание икон Своими трудами он украсил монастырский храм По монастырским делам, находясь в столице Преподобный предсказывает боярине Иулиании Федоровне Захариной Что ее дочь станет царицей, что и исполнилось В 1549 году преподобный стал крестным отцом Будущей первой жены Иоанна Грозного, Анастасии Трудами подвижников в монастыре появился храм В честь преподобного Сергия Радонежского Молитвами святого исцелились от тяжелой болезни Князь Борис Палецкий, епископ Вологодский и Пермский Киприан и многие другие Авторы жития описывают 19 исцелений, совершенных как при его жизни Так и посмертной молитвой преподобного Раннее житие святого говорит о его неграмотности Однако сохранились его надиктованные речи В предсмертном завещании, обращенном к братьям монастыря И ко всем боголюбимым людям вообще, он говорит «Приими древних святых отцов разум, терпение, любовь и смирение Более же всего молитву соборную и келейную И трудись в подвигах нелицемерных» 23 января 1565 года преподобный Геннадий отошел ко Господу Старец, почитаемый уже при жизни, стал сразу же прославляться народом после смерти Самые ранние жития написаны его непосредственными учениками Тело святого было найдено в 1646 году при строительстве каменного храма в монастыре Нынешнее его местонахождение после революционных лихолетий неизвестно В 1930-х годах мощи были вывезены из монастыря В обители осталась лишь икона преподобного с частицей его святых мощей С вами была программа «Дорога к храму» Совместный проект телеканала Первой Ярославской и Ярославской епархии Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова